Глава первая. Моё путешествие начинается. Бонжу. В один из тёплых сентябрьских дней, проведённых мною в Париже, я ожидала в приёмной, когда освободится моя подруга Изабель. Этой девушки нет ещё и тридцати, но она мудра не по годам. Я сижу на небольшом диванчике, откуда хорошо видны лестницы и лифты. Мне представилась прекрасная возможность понаблюдать за тем, как ведут себя французские мужчины и женщины в повседневной жизни. Даже на первый взгляд было ясно, что работающие французы, по крайней мере, работающие парижане, одеваются более элегантно, чем американцы. Для них не существует понятия свободной пятницы, которая плавно перерастает в свободную неделю. Нет, не подумайте, что все были в деловых костюмах. Я видела женщину в джинсах, но в джинсах стильных и хорошо сшитых. И с этими джинсами женщины надевали красивые блейзеры, шёлковые блузки и обязательно шарфы. Я видела много юбок в сочетании с сапогами. Юбки чуть приоткрывали колени, и можно было заметить фактурные чулки. Это было очаровательно, элегантно, интригующим. И вот появляется Изабель. Я поднимаюсь, чтобы поздороваться с ней. Она нежно прикасается к моему плечу и так быстро поворачивает голову, чтобы поцеловать меня в обе щёки, что я ощущаю лёгкое дуновение. У французов принято приветствовать друг друга поцелуями в щёчку. «Привет, Джейми!» – радостно говорит она. Имя моё она произносит на французский манер – Джейми. И оно звучит настолько очаровательно, что у меня не хватает духу поправить её. Ей нравится совершенствовать с моей помощью свой английский. Но сегодня я останусь Джимми. Мы разговариваем, и я замечаю, что за время, прошедшее после нашей последней встречи, Изабель сильно изменилась. Она сделала короткую стрижку и золотистые милирования. Мы едем на метро в её квартиру в Булонь-Пиенкур, и по дороге Изабель рассказывает мне о мадам Жузи Мермея, у которой она прошла имидж-сессию. Она говорит, что Жузи изменила всю её жизнь. Действительно так. Я чувствую, что с момента нашей последней встречи Изабель стала совершенно другой. Да, её волосы теперь короче, в них появились элегантные золотистые блики, но дело не только в этом. Появилось что-то ещё. Всё. Изабель стала счастливее. Когда мы входим в её квартиру, она говорит мне. Это был не просто цветовой анализ внешности. Изабель приносит небольшой чайничек с травяным чаем и тарелочку с бисквитом. Жузи Мермея способна прочитать твою душу, говорит она. Она понимает, кем ты должен быть в этом мире. Это очень глубокий анализ. От скольких забот мы избавляемся, когда принимаем решение перестать быть чем-то или стать кем-то? Коко Шанель. Изабель передаёт мне большую чашку на блюдце и продолжает. У неё огромный жизненный опыт, и она отлично всё понимает. Эти её слова кажутся мне особенно приятными. Я на 25 лет старше Изабель, и такое почтительное отношение мне очень нравится. Оказывается, не только я учусь у француженок, но и они могут чему-то у меня поучиться, хотя я американка. Ведь я действительно всё понимаю. Изабель отставляет свою чашку и продолжает рассказывать. Она сказала, что мне нужно смешивать стили, чтобы проявлять свою индивидуальность. И она говорит, что у меня красивое лицо, и мне нужно показать его. Она занимается хромопсихологией. Джимми, ты должна с ней познакомиться. Изабель идёт к своему столу и достаёт папку с какими-то бумагами и рисунками. А я откусываю кусочек печенья и понимаю, что это вовсе не бисквит, это крекер. Вот мой хромопсихологический портфель, говорит Изабель, присаживаясь рядом и протягивая мне рисунок и схему цветов. Стилец сказал, что мне нужно больше использовать коричневые тона, цвет ржавчины, тёплые оттенки коричневого, золотистый. Изабель проводит рукой по шелковистым тёмным волосам. Видишь, я вижу, это прекрасно, и цвет волос отлично подходит к её глазам. Оглядывая квартиру Изабель, я понимаю, что она приняла эти советы близко к сердцу. На стенах много пёстрых постеров с изображением волков. Изабель обожает волков. Но появился и постер с дельфинами и английским слоганом «Живи свободно». И ещё один постер. Фотография пляжа с пальмами в оранжевом закатном свете. Квартира Изабель буквально купается в оттенках коричневого, золотистого и тёмно-зелёного. Но сразу видно, что эта девушка любит природу и часто бывает за городом. Я рассматриваю хромопсихологические рисунки Изабель. На каждом схематично изображено женское лицо в виде сердечка. Цвета нанесены на губы, щёки и глаза. Рядом пометки с названиями конкретных цветов и косметических продуктов. На первый взгляд рисунки кажутся мне обычными схемами макияжа, но потом я понимаю, что это нечто более глубокое. В Жазимирме эскизно набрасывает стили одежды, прически и цветовое решение имиджа. Она использует аксессуары, которые не только льстят кожей типу фигуры женщин, но ещё и отражают её индивидуальность. Её рекомендации учитывают происхождение женщины, её детство, профессию, мечты и даже планы на будущее. Изабель говорит, что Жази выделила 30 типов. Сама относится к типу гранит. И Жази отметила, что Изабель любит помогать другим людям. И это действительно так. Ведь, заметив, что у меня кончился чай, она тут же налила мне ещё. Солнце садится, сгущаются сумерки. Я Овен. Восходящий знак. Весы, говорит Изабель, показывая мне листы с перечнем косметики, типов сумочек, соответствующих её индивидуальности, эскизами украшений, поясов, туфель, шарфов. А на очередном листе я вижу заголовок 10 предметов, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе. Жази Мирме посоветовала Изабель одеваться более романтично, сочетая кожу с мягкими летящими тканями. И я понимаю, что это действительно очень идёт моей подруге. Изабель поворачивается ко мне и энергично заявляет, Джимми, ты просто обязана познакомиться с Жази Мирме. Она поможет тебе работать над книгой. Я согласна. Мне необходимо познакомиться с мадам Жази Мирме. Я должна узнать всё о её хромопсихологическом методе. Итак, телефонные переговоры завершены, встреча назначена. Я должна встретиться с Жази в её офисе, расположенном на правом берегу, неподалёку от знаменитого универмага Прентемпс. Но сначала мне нужно туда добраться. А это нелегко, потому что понадобится сделать несколько пересадок в метро, перейти с тёмно-жёлтой линии на левом берегу в светло-фиолетовую, доехать до станции Инвалидов, выйти и пересесть на ярко-зелёную линию, по которой я смогу доехать до станции Осман-Сен-Лазар на правом берегу. Я так подробно пишу о цветах, потому что на схеме парижского метро присутствуют три оттенка зелёного, а любой маршрут зависит от цвета линий и направления, в котором ты движешься. Более того, все линии ещё и пронумерованы. Честно говоря, французское метро такое запутанное. Мне постоянно кажется, что я сдаю трудный экзамен. Приходится следить за ветками, которые где-то начинаются, потом разветвляются, потом снова разветвляются. А я шагаю по бесконечным ярко освещенным коридорам, ощущая себя шариком в настольном бирьярде, который носится туда-сюда. Я поднимаюсь, спускаюсь по необычным лестницам, иду по коридорам, обклеенным рекламными плакатами галереи Лафайе, кружу, кружу, и, наконец, я на месте. Всё же, должна признаться, мне нравится ездить на метро. Вот так, в прекрасный солнечный день, я стою перед витриной парикмахерской «Франция Эль Родоход Куафе Францезе» на улице Тет-Бу, любую собственным отражением. Девушка из салона посмотрела на меня так, словно собиралась спросить, «Что это за американка, та ращится на нас через окно?» Я заглянула в свой маленький блокнот. «Да, всё верно, это здесь». И тут, в уголке витрины, я увидела небольшую табличку. «Здесь даёт консульдации Жази Мерме, наконец-то я добралась». Я вошла в салон и сказала, что пришла к мадам Мерме, мне предложили подождать. Присев на белый кожаный диванчик, «Не хочу ли я минеральной воды?» Я отказалась. Примерно через 10 минут ко мне подошла другая женщина, разговаривающая по-английски с сильным французским акцентом. Она сказала, что её зовут Селина, и она помощница мадам Мерме, и она проводит меня к мадам. Селина просто ослепительна. Платиновые волосы с тёмными корнями подстрижены очень коротко, весь её облик поражал стильностью и одновременно удивительной простотой. На ней было поблескивающее платье стального цвета до колен, которое необычайно шло этой стройной женщине. Но мне сразу же бросились в глаза её туфли. Серебристые оксфорды со шнурками. И ещё я заметила серебряные браслеты. Хотя Селина была блондинкой, её волосы имели серебристый оттенок. Мне показалось, что эта девушка может схватить меня за руку и потребовать, чтобы я танцевала с ней Чарльстон. Но танцевать нам не пришлось. Вслед за Селиной я поднялась по винтовой лестнице. Во Франции очень много винтовых лестниц. Куда бы вы ни направились, в какой-то момент вам обязательно придётся подниматься или спускаться по винтовой лестнице. Селина улыбнулась и предложила мне немного подождать. Я расслышала только слово «attendue», а потом она скрылась за чёрной бархатной шторкой, а я оказалась на очередном белом кожаном диване. Я попыталась угадать, что скрывают эти бархатные шторы, но вдруг они распахнулись, и я увидела её, мадам Мерме. Передо мной появилась миниатюрная женщина в чёрном. Чёрные прямые джинсы, чёрный топ, чёрный пиджак. Выглядела она слегка андрогенно, но очень стильно и ухоженно. Иссине-чёрные волосы были подстрижены очень коротко и элегантно уложены. Но больше всего меня поразила ярко-красная помада на полных чувственных губах, обведённых чёрным контурным карандашом. Выглядела эта женщина необычно, но совершенно фантастически. Я сглотнула и поднялась, чтобы поздороваться. Мадам Мерме расцеловала меня в обе щёки и заговорила так тихо, так сладко, что на какой-то момент мне показалось, что я говорю с Майклом Джексоном. Впрочем, времени на то, чтобы осмыслить всё это, у меня не оказалось, потому что Селина уже придерживала штору, чтобы я могла войти. Следом за Селиной и Жази я прошла в небольшую комнатку, где в кружок стояли три красных кресла в стиле Людовика XIV. Я села между Жази и Селиной. Я пыталась не рассматривать Жази, но это было нелегко. Она выглядела очень необычно и драматично. Взгляд притягивали не только ярко-красные губы с чёрной подводкой, но ещё и выразительные карие глаза с чёрными стрелками и великолепные брови. Под правым глазом у Жази была небольшая родинка. Признаюсь честно, я просто не могла оторвать от неё глаз. В ней сразу чувствовалась невероятная сила, удивительная для столь миниатюрной женщины. Тем не менее, я собралась силами, достала свой маленький блокнот и раскрыла его на чистой странице. И начала задавать вопросы. Много вопросов. Мадам Мерме рассказала, что начала заниматься изменением внешнего облика людей 13 лет назад. Кое-что, какое-то время она работала исключительно с фирмой L'Oréal и много путешествовала по миру, формируя новый имидж. У неё обширные знания и богатый опыт не только в этой области. Она изучала также и морфопсихологию, которая соотносит индивидуальность человека с типом его фигуры. И в результате ей удалось создать собственную науку, которую она назвала хромопсихологией. Вот как это работает. Сначала мадам Мерме просто смотрит на женщину, которая обратилась к ней с просьбой изменить имидж. Клиентка не должна ни говорить, ни задавать вопросов. Её просят встать, пройти, сесть, снова встать. Мадам определяет костную структуру тела, фактуру волос, телосложение и морфопсихологический тип, форму тела, походку, то, как женщина показывает себя миру. Я спросила у мадам, почему она не позволяет клиенткам задавать вопросы? И она ответила так, словно это совершенно понятно. «Я работаю интуитивно», сказала она. «Я делаю вас самой собой». Она объяснила, что отталкивается от истинной индивидуальности женщины. Правильно подобранные цвета помогут вам засиять. И это касается не только цветов, в одежде, аксессуарах, макияжах, оттенке волос, но еще и убранства дома и рабочего места. Правильно подобранные цвета помогут вам засиять. И это касается не только цветов в одежде, аксессуарах, макияжах, оттенка волос, но еще и убранства дома и рабочего места. «Важен даже цвет вашей машины», заявила мадам Барме. «Правильно подобранный цвет полностью изменит ваше настроение». Я стала расспрашивать мадам Мерме о ее детстве, о том, как и когда начало появляться ее увлечение, помогать ли женщинам открывать свое истинное «я». Она рассказала, что выросла в небольшом городке Шомержива, Франш-Конте. В детстве мадам Мерме обратила внимание на то, что и старшие сестры, которые были всего на год старше ее, совершенно на нее не похожи. Одна была рыжей, другая блондинкой, и даже у ее матери цвет волос был другим. Но маленькой брюнетке Жузи приходилось донашивать платье более высоких и светловолосых сестер, то есть носить одежду, которая ей совсем не подходила. Став подростком, Жузи еще более остро стала ощущать эти различия. Она начинала экспериментировать, изменять внешний облик бумажных кукол, которые она вырезала из модных журналов. Она могла лицо одной модели заменить на лицо другой. Жузи увлеченно меняла лица, тела, одежду, обувь, сумочки, аксессуары. Она собирала все элементы, стараясь найти идеальный и абсолютно гармоничный облик. Я записывала ее слова, но мадам Мерме начала говорить очень быстро. Селине пришлось помочь нам с переводом. Селина работает с мадам Мерме больше 18 лет и глубоко уважает эту удивительную женщину. Должна признаться, что и меня она очаровала. Мне страшно захотелось получить ее совет, что же мне делать. Мне захотелось уйти отсюда, точно зная, к какому типу я отношусь. Я понимала, что я не гранит, как Изабель. Изабель сказала, что сама мадам Мерме слегка драматична. И я поняла, что и к этому типу тоже не отношусь. Драматизм мне свойственен, но не такой, как у мадам Мерме. Кроме этого, я чувствовала себя настоящей американкой. Мне было интересно, найдется ли здесь среди 30 типов мадам Мерме тип, который соответствовал бы мне. У меня уже началось складываться неприятное ощущение, что мне вообще нельзя отнести ни к какому типу. И тут мадам Мерме, словно прочитав мои мысли, неожиданно сказала, мы уважаем различия. Она посмотрела мне прямо в глаза, прямо в сердце. Мне показалось, что она действительно читает мои мысли. И тогда я спросила про физические недостатки. Что делать, если женщина не отличается стройностью? А даете ли вы советы по диете и физическим упражнениям, спросила я. Это входит в хромопсихологию? Мадам Мерме ответила, что хромопсихология не дает советов по изменению веса. Но часто случается так, что женщина, которой нужно сбросить несколько килограммов, сбрасывает их безо всяких усилий. Ее внешность настолько меняется, она начинает слышать столько комплиментов, что полностью примеряется с собственным «я». И ей сразу начинает хотеться быть максимально здоровой и максимально красивой. Американские женщины занимаются собой и своей внешностью сами. А француженки так не делают. Они стараются найти нужного человека, наставника, который раскроет им все тонкости и поможет создать собственный уникальный стиль. «А если у нее есть явный недостаток», — продолжала настаивать я. «И если ее нельзя назвать красавицей в примычном смысле этого слова?» Я почувствовала, что задала мадам Берме за живое. Ее глаза блеснули, и мне даже показалось, что из золотистых карих они стали зелеными. Она выпрямилась. Удивительно, ведь ее осанка и до этого была безупречна. Неожиданно эта миниатюрная женщина стала по-настоящему высокой. И на долю секунды я увидела ее маленькой девочкой из небольшого городка. Я представила, как высоко она несла голову, страдая из-за того, что ей приходится донашивать, убивающие ее красоту платья старших сестер, имевшие бледные пастельные цвета. «Мы выявляем недостаток и превращаем его в достоинство», — сказала мадам Берме. Махнула рукой и добавила, «Мы боремся со стандартами красоты. Они убивают оригинальность истинную красоту». Признаюсь, она мне несколько озадачила. Я же пришла не за этим. Я хотела узнать секреты красоты француженок. Я хотела получить список из десяти волшебных приемов, которые откроют любой женщине дверь к французскому очарованию. А мне заявляют, что стандарта красоты не существует. Но мне снова показалось, что эта женщина заглянула мне в сердце. Когда рядом с вами человек, который действительно знает, какое место он занимает в этом мире, это непередаваемое ощущение. Я часто испытывала такое чувство, встречаясь с известными актерами. Когда-то, когда я работала в театральной мастерской, для которой писала пьеса, и как-то раз, когда я ждала окончания спектакля, чтобы вместе с другими отправиться домой, меня остановила в коридоре женщина-режиссер. Она приняла меня за актрису и сразу же стала давать советы. Какие роли лучше всего мне подойдут? Внимательно рассмотрела мое лицо, тело, волосы, одежду, красные туфли на плоской подошве и заявила. Вы не звезда. Нет, вы симпатичная девушка, живущая по соседству. Вы забавная. Эти слова могли показаться оскорбительными. Но когда их произнесла та женщина, я сразу почувствовала, что они справедливы. Я действительно симпатичная девушка, живущая по соседству. Мне даже не хочется быть идеально красивой звездой. Если хочешь узнать правду, не жди, что она окажется приятной. В Париже я не собиралась искать работу в телевизионном ситкоме, но мне стало интересно, а не похож ли подход той женщины-режиссера к подходу мадам Жузи Мерме? Я задумалась. Не можем ли мы помочь себе сами, если будем смотреть на свое изображение в зеркале так же, как режиссеры смотрят на актеров? Не стоит ли нам задать себе вопрос, а какую роль должна играть женщина, отражение которой я вижу? Она мрачная, суровая, милая или веселая, яркая и непростая? Где она будет смотреться наиболее гармонично в горах? В бассейне в Лос-Анджелесе? На необитаемом острове? В большом городе? И что нужно заказать костюмерам? Да, и еще она героиня современного фильма, и ее лучше перенести в 20-е годы и подобрать ей изысканное платье в том стиле? Понимаю. Ответы на эти вопросы не заменят поездки в Париж и встречи с великолепной Жазимирбе. Но начать с этого можно. Франция – страна, ориентированная на обслуживание. Америка – страна индивидуалистов. И у нас предпочитают самообслуживание. Я сужу по себе. Я не всегда доверяю женщинам-продавцам, и многие мои близкие подруги, да и не только близкие, относятся к ним точно так же. Хотя есть одно исключение. В Nordstrom девушки очень любезны и дают хороший совет. И все же. Мы с подозрением относимся к продавцам, которые пытаются помочь нам подобрать даже самые простые товары, например, новую губную помаду. Думаю, мы считаем, что они просто хотят нам что-то продать. Все равно что. Им нет никакого дела до того, что действительно нам подходит. То есть им вовсе не хочется подчеркнуть наши достоинства. И это очевидно. Ни продавщица, ни официант, ни консультант по косметике не считают свою работу и занятием на всю жизнь. Расписывая нам преимущества нового косметического продукта, они думают о том, что в 5 часов закончится их рабочий день, и можно будет помчаться на прослушивание или на кастинг. И когда им удается проникнуть в Голливуд, прощай, надоевший универмаг. А во Франции все не так. Работники сферы обслуживания гордятся своей работой, их опыт ценят, их работа пользуется уважением в обществе, и это относится к официантам и к продавщицам. А американские женщины занимаются собой и своей внешностью сами. Француженки так не делают. Они стараются найти нужного человека, наставника, который раскроет им все тонкости и поможет создать собственный, уникальный стиль. Да. Французские женщины похожи на нас. Они также читают модные журналы и статьи о красоте. Но им гораздо важнее найти опытного наставника, с помощью которого они найдут тот облик, который подходит только для них. Должна заметить, что все француженки, с которыми я беседовала, придают большое значение таким вещам, как очищение ауры. Они посещают экстрасенсов и даже гадают на картах Тара. Причем интересуют их не только будущую любовь и река Иера, но и красота и стиль. Нет-нет, я не призываю вас немедленно броситься за колодой карт Тару и погрузиться в мир оккультизма. Но мне показалось интересным, что красота для француженок имеет не только физическую, но и духовную составляющую, опираясь на которую, они настраиваются на свою личность и на свою уникальность и даже на знание своего предназначения в этой жизни. Прояснив эти фундаментальные вопросы, они с легкостью определяют, подойдет ли им блестящая розовая помада, стоит ли носить бархат и нужно ли сделать ультракороткую стрижку, надеть ли узкие черные джинсы, накрасить ли губы алой помадой и обвести их. Итак, вот первый урок французского. Найдите себе имиджмейкера или наставницу, найдите женщину, которой вы можете доверять, найдите стилиста, который сможет дать советы, которые подойдут только вам, найдите парикмахера, который почувствует тип ваших волос и создаст ваш уникальный стиль и не забудьте, отправляясь к парикмахеру, стилисту или к шоперу, одеться соответственно. Будьте такой, какой хотите стать, даже если вам будет казаться, что вы играете роль. Так вы покажете миру свое подлинное я и откройте путь к становлению такой, какой всегда хотели быть. Попробуйте стать режиссером, подбирающим актеров на роли в новом фильме. Подумайте, какую роль вы хотели бы играть в картине, называемой «Жизнь». И станьте звездой, ну или симпатичной соседкой, если это вам больше нравится.